Пока одни счастливчики ждут своей очереди за ключами, другие уже спешат в новую жизнь. Семья Лутфулиных получила трехкомнатную квартиру в новом доме номер 11 по улице Автомобилистов, по соципотеке. Глава семейства Ратмира Лутфулин работает в Татнефти и первоначальный взнос за жилье для молодой семьи внесла компания. Дом красивый, современный. Когда еще начинал строиться этот дом, мы уже планировали, но не ожидали, что очередь все-таки дойдет. И вот так неожиданно позвонили. Собственной квартиры у семьи не было. О ней они мечтали 6 лет. Супруга Ратмира Алина Лутфулина уже знает, как обустроить семейный очаг. Как только вошли, сразу уже картинка сложилась, кто в какой комнате. Девочки уже придумали, что где будет стоять тоже. Даже со стилем. И мы уже начали, скажем так, выбирать уже. Все квартиры в домах сдаются в чистовой отделке. Они оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и теплоснабжения. Во внутреннем дворе имеется детская площадка. Дом в таком современном стиле. Особенно детская площадка – это вообще что-то прекрасное. За детьми можно не беспокоиться, можно наблюдать отсюда. Они могут спокойно играть. И большой плюс, что нет доступа автомобилей туда. Дом номер 11 вмещает 285 квартир. Соседние 15 и 56. Они были возведены за счет инвестиций Госжилфонда при президенте Республики Татарстан в рамках республиканской программы соципотеки. В новостройках будут проживать работники по от от нефти. На территории жилого комплекса планируется построить детский сад, рассчитанный ориентировочно на 160 человек. Всего до 2024 года в Альметьевске на улицах автомобилистов, Полевая и Герцена планируется построить 6 многоквартирных домов для нефтяников на 1160 квартир. Сейчас идет строительство пятого. Рината Столярова, Динар Менгазов. Новости Юго-Востока.